Звание отличника образования учительница по географии из города Ож получила 4 октября. Подарок к профессиональному празднику. Для вручения Бактайгульча парк Эзы специально пригласили из южной столицы в Бишкек. И все бы ничего. Только общественность смутил возраст педагога. Ей всего-то 23. В республике почти 80 тысяч педагогов. Многие из них не один десяток лет посвятили школе. За свою карьеру и олимпиадников готовили, и сверхурочные вели. Учить было некому на износ. Многие сошлись во мнении, что без связи в столь молодые годы такое звание не получить. Может, министр помог? Бактайгульча парк Эзы и Канабек Исаков из города Ож. А может, она и вовсе его родственница? Это звание я получила не благодаря своим знакомствам. Да, я училась в Ожском государственном университете, когда Канабек Исаков был там ректором. И никакие родственные связи нас не связывают. Если кто-то считает иначе, пусть докажут. Неужели молодой специалист не может получить звание отличника образования? У меня всегда была хорошая репутация в школе, в университете. Так по лестнице я и поднимаюсь. Я несколько лет работаю в школе, и на протяжении этих лет мои ученики занимают лидирующие места на городских олимпиадах. По результатам аттестации преподавателей, по географии в моем городе я также лидирую. В масштабе страны в этом отборе участвуют, как правило, те, кто стал первым в городе или в области. Обычно это девять победителей. Бишкеки и Аше также в каждом регионе. В прошлом году в Министерстве образования решили поощрять всех участников. В итоге недавно 27 человек получили ноутбуки, почетные грамоты, а кое-кто и то самое звание отличника образования. И от стажа по положению профильного ведомства это не зависит. Хоть два года. Если этого педагога выбрали учителем года, он самый что ни на есть подходящий претендент на звание отличника образования. По критериям, которые стаж работы не менее 15 лет, не менее 20 лет, которые показывают в сфере образования хорошие достижения есть у кого. Но есть там пункт, именно в этом положении есть пункт 26. Там написано, что для тех учителей, которые показывают достижения, например, победители учителя года, конкурса, победители разных олимпиад, например, вот такие учителя они могут получить, несмотря на стаж работы. В этом году, по данным Министерства образования, документы на заискание этого звания подали больше двух тысяч человек. Но из претендентов большая часть не потянула, одобрение получила лишь треть. Критерии таковы. Стаж не менее 20 лет. Если учитель является автором учебных программ или учебников, если его ученики, победители республиканских и международных олимпиад, это тоже плюс. Получившие почетную грамоту от Министерства образования в приоритете. Это звание могут присвоить даже иностранцам, если те внесли особый вклад. Это уже исключение. А победители конкурса «Учитель года» вне этих условий. В Министерстве говорят, что в этом отборе очень тяжело участвовать. Победителя выбирает комиссия из 10 человек. Это директоры школ, ректоры вузов, представители НПО. Ну а что собой, собственно, представляет звание отличника образования? Учителю вручают удостоверение и значок. Никаких приверегий в денежном выражении оно не дает. Зато звучит гордо – отличник образования. Действительно, если это педагог, который творческий, который стремится, который готов творить, работать с детьми, почему в качестве стимула не поддержать педагога? Но опять я повторяю, нужно изучать, смотреть ситуацию. Какая ситуация? Может быть, этот человек действительно достойный. Он участвовал в республиканском корпусе. Может быть, у него есть победители на международном уровне. Ну и что, что два года? Можно за два года творчески себя раскрыть, внести новые идеи, волну. А можно приходить и выполнять свою работу из года в год, не живя школой, не видя детей. Год назад отличником образования стал депутат Дюкор Кукинеша Тазовек Икрамов. Он получил нагрудной значок и грамоту. Хотя отработал всего два года учителем физкультуры. Нардепа к почетному званию представили его же коллеги по парламентскому комитету по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Оказывается, Тазовек Икрамов, по их мнению, активно способствует развитию образовательной сферы.